Студентка Кристина Кумеда, которая стала участницей громкого скандала в Новосибирске, уехала к себе на родину в Казахстан. Девушка не выдержала травлю в интернете. Напомним, в конце ноября дагестанец Саид Копиев избил девушку в университетской столовой за то, что та оскорбила его мать и написала в соцсетях «Сидите со своими мамами и Аллахами у себя дома». После разбирательств парень вернулся на родину, в Махачкалу. Девушка тоже больше не смогла оставаться в городе. Просто не сдержался парень чуть-чуть. Надо было не так решать. Были цивилизованно, конечно, надо было. Некрасиво поступил. Но с другой стороны, это же не просто так. Против студентки неожиданно выступили не только соотечественники Саида, но и некоторые местные националисты, считая невиданное дело, чтобы крепкие парни, посещающие русские марши, не поддержали девушку, избитую кавказцем. Я не пытаюсь его оправдать. Наше мнение того, что он себя ведет неподобающе, но и она не такая уж шелково-вистая и чистая. В сети развернулась настоящая борьба компроматов. Кристину уличили в том, что она всегда была невоспитанной и несдержанной. Устав от скандальной славы, девушка решила не появляться в УЗИ. Она взяла академический отпуск и вернулась в Казахстан, откуда и приезжала, чтобы учиться в медуниверситете. Копееву тоже не позавидуешь. Хоть он и бежал в первые же дни скандала на родину, в Махачкалу его продолжают травить, закидывая сообщениями с угрозами в соцсетях. На меня чуть ли охоту не объявили. Постоянно угрожают. Убить обещают все. Сегодня вроде в общаге на моем этаже с пневмата по окнам стреляли. Теперь меня все ищут. И вся страна знает, как Саида, которая бьет девочек. В принципе, не разбираясь, в чем дело. Было ли все это на самом деле? Все, ни с чего это раздули. Сейчас, похоже, и Кристина, и Саид уже хотят поставить точку в этой неприятной истории. Виктория Минаева, Влад Комяков, Комсомольская правда, Новосибирск.